Эту скульптуру обычно не показывают, но ведь это великая Гессе. Она чудесно-ужасна. Что вы имеете в виду, говоря «чудесно-ужасная»? Она отодвигает границы во многих аспектах. Я думаю, чтобы по-настоящему оценить Гессе, нужно понять её окружение, чем занимался авангард в то время. Она находилась в компании таких людей, как Эйд Рейнхард и многих других художников, которые были увлечены концептуализмом, с помощью которого они старались создать совершенство в физическом мире, нечто, что представляло бы идеал. В какой-то степени чистоту. Да, чистоту, которая была невероятно рациональной, невероятно геометричной. Некоторые, когда смотрят на похожие работы, испытывают чувство, что всё, что может быть создано человеком, например, Эдом Рейнхардом, представляет собой, по Платону, лишь тень той истины, которую хотел изобразить художник. Оставьте это женщине. Пусть она принесёт нам что-нибудь низкое и грязное. Я полагаю, что она сделала это на самом деле осознанно. Не стану отрицать. В этом плане она была очень сознательной феминисткой. Это рано для данной фазы феминизма, но я думаю, что она очень хорошо понимала этот подтекст. Если она сделает что-то вручную, то это будет отсылкой к старой традиции рукоделия, которым занимались только женщины. Она затянула тонкую верёвку вокруг полукруглой… …формы, которая висит на… …гвоздях в стене. На самом деле она создала тут красивую парящую линию, но первое впечатление, которое возникает при взгляде на это произведение из-за того, что оно тёмно-коричневого цвета, и здесь есть этот восковой наплыв, это то, что эта вещь невероятно натуральна и сделана вручную. Это невероятно телесно. Очень телесно. Мы могли бы ещё подумать над дополнительными значениями, что это напоминает… Как будто это фекалия или… Да, что-то копрологическое, что-то связанное с кишками. Менструальное даже. Что-то менструальное или же фаллическое, не так ли? Да, фаллическое или повисшая женская грудь. Это даже может быть сосиска, верно? То есть вы можете увидеть здесь это неприятное взаимодействие между функциями тела, с которыми мы не хотели бы сталкиваться. Нам не нравится видеть всё это вместе, но здесь есть эта невероятная неясность. Вообще, если вы подумаете о том, как исторически было представлено человеческое тело, то стоит отметить, что это радикальный способ его изображения. Это способ, в котором мы представляем себя правильно. Возможно, это еда, возможно, экскременты или то и другое представлено вместе. Это довольно-таки сильный ряд ассоциаций. Но здесь есть что-то, как мне кажется, присущее феминизму, с чем он будет продвигаться дальше. Так и есть. И я думаю, что Гессе правильно рассматривается как один из важных художников, которым через определенное время вернуться. Я не могу представить работу Кики Смит, к примеру, без Евы Гессе. Тут также есть что-то от примитивизма. Похоже, что… Это похоже на фетишистский предмет в африканской культуре. Так и есть. На какое-то оружие или что-то вроде того. Так кажется, из-за существенности произведения. Из-за того, что оно выглядит старым. И из-за того, что было сделано вручную, как будто оно находится в этнографическом музее. На самом деле, это напрямую связано с тем, о чем мы с вами разговаривали недавно, о неприличных подсознательных образах, которые появляются у нас в голове. Верно. Она очень осознанно выдвигает себя вперед, не в качестве художника высшего порядка. На самом деле, это противоречит тому, чем занимались ее друзья на тот момент. Но она великолепна. Конец.